Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1551. Нам нужно решить задачу. После первого усовершенствования производительность станка возросла на 10%, а после второго еще на 10%. Насколько процентов возросла производительность станка в результате двух усовершенствований? И давайте за А. Обозначим первоначальную производительность станка. 10% десятичную дробь, если перевести, это 0,1. Чтобы найти 0,1 от первоначальной производительности станка, нужно 0,1 на эту производительность умножить. То есть 0,1 умножить на А – это как раз эти 10% от производительности. И наша производительность А увеличивается на эти 10%, то есть прибавляем 0,1 А. А – это 1 умножить на А. 1 плюс 0,1 – это 1,1 А. Это производительность станка после первого усовершенствования. Второе усовершенствование еще нам на 10% увеличило производительность, но у нас уже производительность не А. мы один раз уже станок усовершенствовали. И теперь у нас производительность 1,1. Теперь 10% нужно найти от 0,1. То есть 1,1 А. То есть у нас теперь есть производительность 1,1 А. И прибавляем еще 10%. То есть 0,1 умножить на 1,1 А. Получаем 1,1 А плюс 0,1 на 1,1 А будет 0,11 А. Или получаем 1,21 А. Это производительность станка после второго усовершенствования. Изначально у нас производительность А была, после двух усовершенствований стало 1,21 А. И нам нужно выяснить, на сколько процентов возросла производительность станка в результате вот этих двух усовершенствований. И чтобы ответить на вопрос, нужно новую производительность умножить на 100%. Нет, не новую производительность, простите, я вот обманываю вас. То есть сначала нужно узнать на разницу между новой производительностью и старой. то есть вычесть из новой, старой производительностью. Эту разницу умножить на 100%, чтобы узнать, сколько это процентов, и разделить на первоначальную производительность. Делить – это то же самое, что и дробная черта. 1,21 А минус А – это просто будет 0,21 А. Умножаем еще на 100% и делим на А. А в числителе и А в знаменателе у нас сократятся. 0,21 умножаем на 100, получаем 21%. То есть на 21% у нас увеличилась производительность станка. И, надеюсь, задача была вам понятна. Единственное, что может быть возник, что вызывает вопрос, это вот последнее действие, почему мы умножали на 100 и делили потом еще на А. Чтобы найти, на сколько процентов что-то увеличилось или уменьшилось, всегда разность между двумя поличинами умножают на 100 и делят на первоначальную величину. В данном случае у нас была первоначальная производительность А. Это правило такое, поэтому мы им воспользовались. Ну и выполнили задание 1551. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.